Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодняшняя наша программа является продолжением встречи с поэтом Андреем Цухловым. Послушайте его стихи. Стихотворение тоже связанное с путешествиями в дружеской компании. Называется «Теплые вещи». Дому скажу я, родной, до свидания. Путь удивительный, кем-то обещан. И стосковался по расстояниям. Я собираю «Теплые вещи». Спальник, рубашка, носки поплотнее. От комаров и клещей что-то пшикнуть. Нечто во фляжечке, ночью согреет. Нечто, хоть и бесконьячного шика. Жидкость для розжига воображения. Ветер попутный в отдельный пакетик. Чтоб не стеснялись телодвижения. Джинсы, футболка, кроссовки вот эти. Удочки, озеро гладь потревожить. Легкой поклевкой, всхлипом озерным. С тишью, друзья, надо быть осторожным. Шумом, чтоб не захламить всевозможным. Можно представить себя важным пчелом. Густо гудящим, жужжащим, снующим. Мед на губах всеапрельских девчонок. Продегустировать и выбрать лучший. Или слоняться с фотоаппаратом. Все ведь со временем память расплещет. Можно в глуши обустроить палатку. Я собираю теплые вещи. Пастер распахнул чемоданище. Кожа жрет, не жуя, все, что кинешь, с восторгом. Кушай мои нервотряпки, хорошие. И улыбайся молнией, мордой. Будут столбы мельчешить и домишки. Знаки и символы для толкования. Вот я глаза распахну, как мальчишка. Реки, леса и поля, мироздание. Надо присесть перед дальней дорогой. Пусуеверим чуть-чуть для проформы. Как же Россия наша огромна. И не понять, то задорно, то вздорно. Ветрит теплынном, роятся веснушки. Пунктов названия, жилых и не очень. Это игра в городки, в деревушки. Лишь бы поменьше ямок и кочек. Пусть все приятное, пусть все попятное станет попутным. Где бы ни мчали, ни тормозили. Благоволят нам, пусть неотступно. Силы небес, лошадиные силы. Фары зажглись интересом глазаста. В путь, и машина уже рвет и мечет. И да пребудут с нами, ребята, теплые вещи. Ну, пару слов о ребятах. Не просто о ребятах, о моих друзьях, литераторов, поэтов. Несколько лет назад мы с моим другом, известным теперь писателем, прозаиком, Евгением Сафроновым, организовали сайт ульяновской прозы и поэзии, который называется «Улитка». Через дефис «Уллитка». И там разместили некоторые стихи и некоторые рассказы. И на базе этого сайта разместили два сборника, в которых приняли участие тоже наша дружеская компания. «Зеленая лампа» и «Зеленая лампа-1». Если кому-то интересно, то это очень легко ищется в интернете. Так что приглашаю вас хотя бы посетить этот сайт. И есть еще в ВКонтакте группа, которая называется «Зеленая лампа». Ну, называется «Улитка». Развивается этот сайт не так быстро, как хотелось, улиточными темпами. Но ресурс, как мне кажется, получился интересный. Ну, говоря о том, что какая-то строчка может стать поводом для написания сетворения, еще такой пример. У нас есть в Ульяновске замечательный поэт Валерий Кузнецов, который пишет в основном какие-то исторические темы. Но меня вдохновила его строчка «Здесь версты, а не километры». Стихотворение. «Здесь версты, а не километры». «Кто старое и доброе помянет, Тому я буду, как родному рад. Моя пропамять тут и там гуляет, То жалобно скулит она, то лает, В другой системы мер координат. Но что, казалось бы, скорбеть да ахать? На свалку мусор и иди вперед. Как взять бы и... Как взять и позабыть все мигом, махом? Противен рафинированный сахар, Вкуснее его сто крат цветочный мед. Скушны мне банка трехлитровая, Пол-литра, Другое дело, четверть, полуштов. Ну разве водка мерзкая, напиток? Раствор банальный из воды и спирта. Вот хлебное вино, нектар богов. Убийственен служебный распорядок, А был же годовой солнцеворот. Вон дом бестонный, Вырастает рядом, Но сколько красив особнячишка старый, В сравнении с ним тот новый дом — урод. Пусть глотки рвут усердно телебесы, И болтыны трещотки правят бал. Мне нужно трехголосье русских песен, От них я буду грустен, буду весел, Как в прошлых жизнях, видимо, бывал. Отрадны мне гламурности столицы, Назойливые рекламы, гадкий ор. И так порою хочется напиться, Не в смысле нахлобучиться, Водицы из родника, Не этой H2O. Привычные имитации, подделки, Кожзам, синтетика и костная мука. Ведь если пальмовое масло — welcome. Часов бы обратить обратно стрелки, Сметаны давней той из молока, Оршином общим мерить нерезонно, Сегодня единица терабайт. А люди — приложение к смартфонам, Иконки в мониторах, А иконы куда-то дальше мимо нас глядят. Эх, оседлать коня бы Воронова, И в неизвестность сколько верст в пути, И оплеухи ветра молодого, На два вершка себя перерасти, Путь соли съесть и поле перейти. Ну, из этого стихотворения как бы следует, Что я ностальгирую по прошлому, И не приемлю никакие Модные современные вещи. Это, конечно, не так. Хочу сказать, что последние несколько лет Кроме поэзии я еще стал немножечко, Назовем аккуратно так, баловаться прозой. И два прозаических произведения С помощью, кстати, Евгения Сафронова Вышли в форме аудиокниг. Они тоже ищутся легко в интернете. Изданы они под псевдонимом Миша Сланцев. И начитал их, Кстати, замечательно начитал Журналист Улправда ТВ Павел Половов. Так что, если есть интерес, Можете послушать. Ну, а сейчас немножечко Лирическая тема. Тема любви. Но не просто любви, А любви женщины К своему холодильнику. Называется навеки твой холодильник. Пусть я неуклюж и громоздок, Стою на маленьких ножках. Я лишь хранитель морозов И пищи насущной тоже. Я, как генерал, увешан Магнитиками, орденами. За Прагу, за Крым, конечно, Вновь отпуск не за горами. Мое холодное сердце, Чувствую, скоро оттает. Еще бы, скрипучую дверцу Ладошка твоя открывает. Мой внутренний мир Лучезарен. Глазами твоими любуюсь. Ой, чем только я Не затарен. Бери же вкусняшку любую. Во мне есть сыры И колбаски, И баночка есть с икрою, Бутылка сухого красного. Ну вот, я открыт Пред тобою. А ты обожаешь суши И любишь ореховый тортик. Вот эту пироженку скушай, Оно тебя не испортит. И ну ее нафиг диету, Не можем мы друг без друга. Теперь, как насчет котлетки, Набит я едою туго. Я славно снимаю стрессы, Тоску утоляю, жажду. Забудь про фигуру принцессы И взгляды мужские на пляже. Забудь про рекламную ересь, Гламуристость дев утонченных. Главное, чтобы елась И чтобы пилось увлеченно. Свидание длилось секунды, Салатик взяла и исчезла. Я снова ждать тебя буду, Чтоб вновь раскрыться чудесно. Еда — это в чем-то искусство, Еда — это в чем-то лекарство. Пусть будет негрустно и вкусно, Пусть будет разнообразно. Ко мне ты вернешься ночью, Я буду исправен, обилен. Я злых не люблю и тощих. Навеки твой холодильник. Ну, тем не менее, Немножко о ностальгии По прошлой жизни, Именно деревенской жизни. Вы знаете, что наши деревни Переживают не лучшие времена, Они исчезают. Я в этом неоднократно убеждался, Когда участвовал в фольклорно-этнографических экспедициях Под руководством Тогда еще доцента Михаила Григорьевича Матлина. И много поводов для написания стихов Дали мне как раз вот эти фольклорные экспедиции, Общение с людьми, С бабушками, дедушками, Которые рассказывали о прошлой жизни, О тех праздниках, о тех обычаях, Которые или ушли в небытие, Или их остатки туда исчезают. Колодец Журавель К тебе вела тропа Средь трав и ягод, Девчонка глянь, Босая с коромыслом, Встречай в поклоне Журавель-трудяга, Наполни ведрышки Плескучим смыслом, Подземный мир сокрытого журчания, Холодных, вкусных И глубинных вод, Поднимется вода И станет чаем, Преобразится в квас Или компот, Склонится небо, Птицами расшитое, Дней и ночей Угрюмый хоровод, Вода, что кровь земли, Не просто жидкость, Не жидкость, Жизнь, которая течет, Колодец Журавель, Клевавшие недра, Ужель сковал тебя радикулит, Девчонка та, Старух уж, наверное, Ты сгорбился, Оплеван и забыт, Исчерпан ты, А мы-то все с приколами, Дома опустошились, Не беда, Пьем псевдопиво, Тоник или колу, Где ж чистая, Исконная вода, Со временем, Усохнув и увянув, Во сне я вижу, Сдерживая дрожь, Как ты взлетел, И в клюве деревянном В пугающую даль Меня несешь, И вот болтаюсь По баранье мекая, Как много разных уголков земли, Но опуститься, Приземлиться некуда, Ведь больше негде Жажду утолить. Следующее стихотворение Посвящено судьбе Нашей великой реки Волга, Состояние которой, Как вы знаете, Не просто оставляет желать лучшего, Но и вообще Достаточно плачевное. Смотри-ка, Плывет бутылка, Похоже, издалека, И, видимо, долго, Как поется в известной песне, Содержимое выпито, Где та рука, Что беспечно выбросила ее, В каком это было месте? У Калязина, Где символ потопа и горя, Часовней впился В кровоточащие небеса, У Ярославля Ильплеса, С каких территорий, И волны, и брызги, И брызги, Что божья роса. Бутылка пуста, В ней, Нету в ней Никакого послания, От предков К потомкам, А также С верховей К низам, По водохранилищам, По бескрайним, Цветущее гниющее море Сосет глаза, И как расшифровывать Эту пустопорожность, Как автора Этого нам Сосуда теперь искать, Их тысячи тысяч, Бутылок таких, Быть может, Мусор и в Африке мусор, И всем плевать, Плевать накладить Колодец по имени Волга, Хоть рыбьи глазюки На выкате, Воздуха нет, Плывет и плывет, И плывет, Издалека Долго Бутылка И поглощает Солнечный свет. Наблюдая за пчеловодами, Я удивился И восхитился Их трудом, Что меня и вдохновило На это стихотворение. Называется «Гимн Пчеловечеству». Раскиньтесь Скатертью поля, Луга и рощи, Суходолы, Здесь наши Улики стоят, А в них Снуют Трудяги Пчелы, И в рамках Их не удержать, Летите Дальше За заборы, Обворожительно Жужжа, Летите, Чтобы Медосборить, Нам чуждые Рейтинг и процент, Столбы, Отчеты и Контрольки, Светите Донник Испарцет, Подсолнух Липа И не только, И взятку нам Не дать, Не взять, Ведь нас Интересует Взяток, Рожденных Ползать И летать Немало И средних Порядок. Над нами Командиров Нет, Никчемен Пышных Лестниц Мрамор, Ведь наш Куратор Солнце-свет, Помощники Цветы И травы, Мы И мы Добудем Мед Янтарь, Лекарства, Лакомства, Награду, Сейчас Вас курица Дымарь И ровно Закадит, Как надо, В двунитку Облачись-ка, Брат, Пусть даже С пчелами Ты дружен, Здесь Дымонись, И аромат От воска Знак Начала Службы, И пусть В вонючих Городах Истерика С гордыней Правят, А здесь Спокойствие В умах, Здесь небо, Воздух, Разнотравье, Не жаль, Что жалится Порой, Благословен Наш труд Негромкий Скрипит, Вращаясь Шар земной Как старенькая Медогонка Пусть жены Чуточку ворчат И телек лает Да и коты Но матки тут Растят, Пчелят И сладко Сладко Спеют Соты Спасется Пасечник Пчелой Мы не чиновники Не трутни Поймаем рой Бездомный рой Его посадим В улей Рута Порою надо Отдыхать От Яндексов И Википедий И просто Пасекой Дышать Облизываясь Как медведи И если Спросит Кто-нибудь К чему Возня К чему Забота Ответим Не вдаваясь В суть Как вам сказать Медку Охота Еще Немножко Дорожной Темы Темы Путешествий Уже Законсервирован В себе Закостенел Всегда Одно И то Ж Вот мой Удел Воз Бесполезных Дел Но в паспорте Знакомая Мне рожа Его достать Приятно Из штанин И поздним Вечером И днем И утром Ранним С ним С ним Мир Доступен И Неповторим Он Просто Называется Загранник Печати Не люблю Но Эти Да И Визы 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 Будто Марки В нем Самолеты Сумки Поезда Потрепанный Такой Немного Марки На Той Страничке След Оставил Чех На Этой Вот Француз А Здесь Испанец И Скоро Проштампуют Все И Всех И Здесь Клейма Уж Негде Будет Ставить Нельзя Как Птица Взять И Полететь Как Сокол Как Неучтенный Ворон Ты В базах Есть Во всех Системах Есть Зарегистрирован Изучен Оцифрован Ступаю Робко Словно Есть Вина И Пограничник Смотрит Так Пытливо Какая Цель Приезда В Наш Страна Гулять Глазеть Купаться Выпить Пиво Шлеп Шлеп Прекрасный Штампик Добрый Звук И Вот Одной Границей Стало Меньше И Родиной Моей Повеет Вдруг С Названием Странным Russian Federation Читайте Но Завидовать Друзья Вы Знаете Как счастьем Распирает Когда Летишь В Далекие Края Я Вновь Прошу Оформите Загранник Редеющий Лес Ибо Доски Нужны И Дрова И Вянущая Трава Как Сидеющая Шевелюра Небо Поделено Птицами На Сектара Был Здесь Когда-то Юрский Период До Юра Где-то Неподалеку Скитаются Кабаны Странники Леса Ждущие Ночи Как Одеяло Ваши Глаза Такие Страхи В них Все Видны А Пятачки Монеты Которых Мало А Под Ногами Шуршит Листва Вновь Шуршит Листва Воздух Которым Нельзя Надышаться Впрок Сырость Как Милость Сентябрьский Мыслепад Царапины Тропок И Раны Лесных Дорог Выпутаться Из Глобальной Сети Паутинки Блестят Остановиться Перекусить Оглядеться Передохнуть Группа Древесных Грибов Как Тарелки Инопланетян Пришвартовалась К березе Закончив Путь Говоря О Родине И Патриотических Вещах Хочу Сказать Что Прочитанное Выше Стихотворение Вдохновлено Лесом Которое У нас В Маинском Районе У села Тагай Так Что Если Я Призываю Кого-то Покидать Родину Это тоже Не так Ну и Говоря О Переживании За Свою Страну О Проблемах Которые У нас Есть Я Снова Хочу Вспомнить Творчество Виталия Андреевича Масюкова И Прочитать Уже Его Стихотворение Сделать Небольшой Перерыв В прочтении Моих Вещей В память О нем Называется Кузя В предместе По зеленым дворикам Лишь солнце Сквозь забор Неплотный Блеснет Как песенки Топориком Выводит Кузя Старый плотник И Веселят Сердца Невинные Сильнее Вина Или побосенки Коленца Чисто Соловьиные Хотя Всего лишь Из сосенки Как Переливчатые Различные Узоры В духе Сказок Давних Как Льются Вьются Ввысь Наличники И Вслед Им Воспаряют Ставни В году 2100 Каком-то Там На съезде Звезд Архитектуры Провеют Сквознячком По комнатам Слова Что Знаменитый Турок Надумает Сказать Любезно Корреспонденткам Из Дакара Был И У русских Дар Небесный У тех У Вымерших У Старых Прошли Те времена Когда Поэты Созывали Собирали Стадионы И Наверное Говорить О том Что Поэт Должен Писать Только Что Велит Его Душа Это Тоже Не Совсем Правильно Пушкин Себе Мог Позволить Говорить Поэт Ты царь Живи Один Дорогой Свободной Веди Куда Ведет Тебя Свободный Ум И Игнорируя В ней Мнение Толпы Сегодня Это Сложнее Можно Сказать Что Это И не Нужно Но Как Сказал Опять-таки Виталий Андреевич Масюков В одном Своем Маленьком Стихотворенце Который Называется Шутейно Сказал Примерно Так Поэзия Фантомный Мир Поэзия Наркотик Поэзия Как ни Корми Налево Ходит То есть Поэт Внутренне Должен быть Обязательно Свободным Только так Его Творчество Будет Честным И Искренним И тем Самым Ценным Андрей Цухлов Сдержанный Немногословный С большим Сердцем Лирического Поэта Он Познакомил Слушателей Со своими Стихами Но Хочется Обратиться Еще раз К некоторым Его строчкам Мне больно За Симбирск Мне Жаль Его Домишки Уютных Улиц Тишь Убитых Храмов Стать За что Их В те Года Приговорили К вышке За что Симбирск Себя Стал Жутко Бичевать И это Глубокое И пронизанное Болею Любовью Стихотворение Завершает Посыновья Звучащая Строчка Я Улицы Твои Читаю Между Строк У Андрея Цухлова Вообще Способность Находить Последнюю По-особому Звучащую Строку В стихотворении А еще Хочется Привести Такие Слова Пусть Пусть глотки Рвут Усердно Телебесы И болтуны Трещотки Правят Бал Мне Нужно Трехголосье Русской Песни От них Я буду Грустен Буду Весел Как В прошлых Жизнях Может быть Бывал И чего же Хочет Душа Поэта К чему Стремится Андрей Цухлов Мы тоже В строчках И между Строк Прочтем В его Стихах На два Вершка Себя Перерасти Путь Соли Съесть И поле Перейти Андрей Цухлов Опубликовал Большую Подборку Стихов Во втором Февральском Номере За 2020 Год В журнале Симбирск Читайте Открывайте Для себя Поэта Андрея Цухлова Благодарим Вас за внимание До новых Встреч Симбирск 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 Продолжение следует...